Всем привет, мои дорогие подписчики! Я рада вновь приветствовать вас на моем канале и отдельное спасибо всем тем, кто не ушел с канала, не покинул меня, не нажал кнопочку отписаться, а продолжает следить за мной не только, кстати, на YouTube, но и в ВКонтакте, а также в Инстаграме. Я, если знаете, очень часто выкладываю там посты, ну как часто, раз в два дня, раз в три дня, раз в четыре дня. В общем, я делюсь с вами по максимуму, как только у меня есть свободная минутка, и мне очень приятно это делать, очень приятно получать от вас комментарии, даже обычный малозначащий лайк мне тоже очень приятен, и я воспринимаю это очень близко к сердцу, очень рада, что вы смотрите мои новости, так что спасибо вам за это огромное. Но речь сегодня не об этом, а о том, что я приготовила для вас нечто интересненькое, точнее, это нечто интересненькое для меня. Блин, а телефон-то я не взяла. Не переключайтесь. У меня в руках смартфон Уми или Юми, как-то его так называют, Уми Плюс. В общем, чистокровный китаец прямо из Поднебесной прилетел, понимаете ли. Коробочка уже у меня немножко подостаскалась, точнее, даже не то, что подостаскалась, он пришел ко мне, к сожалению, уже весь расколотый, вот видите, уголок сколотый. Я такая подумала, блин, сейчас, наверное, экран на смартфоне тоже будет сколотый, я не смогу сделать обзор на него, не смогу восхититься сей прекрасным девайсом. Но нет, все оказалось не так печально, и смартфон пришел целым, пострадала только упаковка. В коробке у нас ничего нет, потому что, как я вам сказала, я уже давно пользуюсь этим смартфоном, но здесь был блок питания большой. Блин, наверное, надо принести, да? Сейчас вернусь. Вот что называется. Готовился, готовился и не подготовился. Короче, в коробке идет вот такое вот большое зарядное устройство с USB Type-C, поэтому смартфон заряжается достаточно быстро. Мне кажется, минут за 20 он точно 20% легко набирает, если не больше. Короче, один занимательный факт. Этот смартфон заряжается быстрее, чем мой Redmi Note 3 Pro. О, Xiaomi, прости. Да, да, вот такой маленький нюанс. Ладно, в коробке на самом деле еще идет скрепка и вот такая вот инструкция с техническими характеристиками. Что очень приятно, то, что здесь все на английском, китайский, не знаю, был, нет, уже неинтересно. Я увидела английский и обрадовалась. О, да, думаю, инструкция наконец-таки на английском языке, в китайском смартфоне. Это очень приятно. На самом деле, что говорить про смартфон? Давайте поговорим про коробку. Коробка мне очень понравилась. Мне кажется, запакована... Мне кажется, коробка соответствует модели премиум, а не бюджетному смартфону, как позиционирует себя вот этот вот девайсик. Стильно, лаконично и смотришь на него и думаешь, о, да, вот это вот гаджет мне пришел. Но вы же собрались здесь не для того, чтобы коробки обсуждать, правильно? Поэтому просто... Давайте перейдем к телефону. Напомню, что смартфон пришел мне достаточно давно. Почему я решила записать обзор именно сейчас, честно, не знаю. Наверное, просто потому, что у меня есть время, свободное время для этого. Так что, welcome, собственно. Смартфон вызывает у меня на самом деле двоякие впечатления. Я вот даже взяла свой айфончик. Сейчас напишите опять, что Алена понтуется. Нет, айфон просто, понимаете, девать некуда. Я настолько к нему привыкла, что он до сих пор является моим основным смартфоном. И полноценно перейти на смартфон от Xiaomi или Meizu я пока не могу. Так что, да, айфон, да, Apple. Но у меня шестой айфон. Я не поднорез, я еще не купила семерку. И пока не планирую, если честно. Когда я только открыла этот смартфон, подумала, господи, мне пришел айфон с экраном 5,5 дюйма. Все бы ничего, если бы не вот эта вот кнопочка снизу. Но по тактильным ощущениям она, если честно, очень напоминает вот эту круглую кнопку на айфоне. Братишка, включайся. Экран 2,5D, 5,5 дюйма, как я уже сказала. Тут Sharp IPS дисплей. Я с таким еще не работала. Но вот, честно, визуально он мне очень даже нравится. Цвета насыщенные, контрастность хорошая, яркость тоже вполне себе ничего такая. Что позволяет читать текст даже на ярком солнце, в суперсветлую солнечную погоду, каких пока в столице не предвидится. Какой? Какой пока в столице не предвидится. Углы хорошие, но когда я делаю смартфончик вот так, я вижу какие-то блики синего цвета и выбеление черных оттенков. То есть черный уже не становится насыщенно черным, он передается каким-то, знаете, таким сереньким, блеклым, светленьким. Экран 5,5 дюймов, конечно, дает о себе знать, поэтому смартфон достаточно тяжелехенький. Тяжелехенький? Нормально. Чего? Привет из села какого-нибудь там дубенки. В общем, смартфон тяжеленький, он не тоненький, но при этом внешний вид у него более чем достойный. По крайней мере, как он выглядит, мне нравится. Говорю, спереди это iPhone, сзади, ну, какой-то HTC, если честно. Хотя я уже привыкла к тому, что китайские смартфоны очень часто копируют с каких-то там топовых моделей типа Apple или Samsung. Корпус не цельнометаллический. Я вижу здесь пластиковые вставки сверху и снизу, точнее, снизу и сверху. Как я уже успела намекнуть, спереди у нас сенсорная механическая кнопка, очень напоминающая по тактильным ощущениям кнопочку в айфоне. По бокам тоже есть сенсорные кнопки, которые также имеют место быть и работают, если... Ну да, вот, поиск записей, это вот, все. Да, работает, правда, честно. Эта кнопка, она же сканер отпечатков пальцев, который работает достаточно быстро и, в принципе, неплохо распознает отпечаток пальца, если с вашими руками нет никаких проблем. Мои руки вечно мокрые. Не знаю, что я ими делаю, но они постоянно какие-то скользкие. От этого, кстати, мне удобнее держать смартфон, но неудобно делать скан отпечатка пальца. Блин, все карты раскрылась. Это видео даже не обзор, а скорее первые впечатления от смартфона, которые я получила за где-то 3 недели использования. В целом, смартфоном я довольна. Я не могу назвать его каким-то супер-пупер производительным с зашибенным ПО, на котором все будет летать. Нет, но для того, чтобы серферить по интернету, периодически запускать Asphalt 8 на средних настройках, юзать там ВКонтакте, Инстаграм, прочие соцсети, не используя, собственно, ручно сделанные фото на этот смартфон, вы можете вполне себе позволить такой гаджет. Тем более, его стоимость сейчас 14 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Но вам лучше этот момент, конечно, уточнить. Модель бюджетная, камера основная на 13 мегапикселей, сенсор здесь используется от компании Samsung. Компания UMI, кстати, этим хвастается и делает на этом акцент. Фронтальная камера на 5 мегапикселей, но скажу вам, что ни эта камера, ни фронталочка меня не впечатлили. О, хвала Xiaomi! Кстати, ребят, я вам только что сказала, что сборка супер, но я делаю вот такие вот движения и слышу, что там что-то прыгает. Не знаю, слышно вам будет, нет, но... Короче, сборка, правда, супер вот так вот, когда делаешь, ничего не скрипит, но вот такие вот движения делать лучше не стоит. Особенно у уха вы сразу расстройтесь. Наверное, я сделаю отдельное видео с тестом камеры, возможно, с тестированием производительности на разных абсолютно игрушках, а не только на Asphalt 8, который, наверное, вам уже приелся. Да и мне уже надоело в него играть, нужно искать какие-то новые приложения, что было бы интересно для меня. Так что, кстати, если у вас есть идеи и если у вас есть игрушки, в которые вы постоянно рубитесь, при этом которые достаточно ресурсоемкие, то welcome в комментарии, я буду только рада. Очень порадовало меня еще и то, что здесь 4000 мАч, и при условии, что я пользуюсь им не суперактивно, не в режиме нон-стоп и не сижу постоянно вот так вот глазея в экран, то мне хватает на полный рабочий день. То есть я с утра его поставила на зарядку, на следующий день с утра продублировала заново. При более активном использовании экран все-таки энергозатратный, я думаю, батарейки хватит, ну, наверное, на полный рабочий день, это часов 8, мне кажется, где-то так. Но, опять же, повторюсь, радует то, что здесь USB Type-C и заряжается смартфон достаточно быстро, по крайней мере, 50% вы можете нагнать очень быстро, и этого вам хватит, чтобы, например, до дома доехать и не переживать за то, что смартфон у вас выключится, и вы будете недоступны. Кстати, о доступности также хочу отметить, что я пользовалась этим смартфоном в паре с моим айфоном, при условии, что сим-карта и здесь, и здесь от одного оператора, и очень интересный факт, что UMI почему-то в некоторых местах, где не ловил айфон, проявлял себя более как-то мобильнее, то есть соответствует полному статусу мобильного смартфона. Короче, очень занимательный факт, не могу сказать, что я сразу отдаю предпочтение UMI за счет этого, нет, но учтите, учтите, что этот гаджет ловит даже там, где не ловит айфон. Хотя, блин, кому я тут рассказываю, айфон, он в принципе не создан для того, чтобы ловить, наверное, да? Что еще я не сказала вам такого, что повлияло на мое первое впечатление от этого смартфона? Да, наверное, собственно, все, пора заканчивать, ну, разве что только здесь 4 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной, что также приятно, но память расширяемая, поэтому на этом внимания особо не заостряем. Да, 4 гигабайта оперативки, особой разницы в отношении 3 гигабайт я, конечно, не заметила, но чисто теоретически приложение должно открываться больше, многозадачность должна быть лучше, так что, в общем, в полноценном обзоре посмотрим, увидим, проведу тесты, Antutu, ваши любимые, Geekbench, посмотрим на баллы, что там будет набирать этот смартфон. А на этом, пожалуй, все, спасибо, что были все это видео со мной, не забудьте про лайк, про подписку или отписку. В общем, на ваше усмотрение, не забудьте также написать в комментарии, какие игрушки вы бы хотели, чтобы я установила на этот смартфон, посмотрим, потянет, не потянет, только не предлагайте, пожалуйста, всякие Clash of Clans и прочие игрушки, я уже в них порядком наигралась, плюс это не те игры, с которыми нужно тестировать производительность. В общем, ладно, спасибо за внимание, надеюсь, скоро увидимся, с вами, как всегда, была ваша Алена, пока-пока!